Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Манутиада. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я записываю часть 2 расклада для тех, кто ищет себя. Вопросы к раскладу и к сегодняшнему предложила Куэрты. Надеюсь, сегодня он не будет такой большой, потому что мы рассмотрим только три вопроса. Итак, три позиции. Опять в таком положении выпадают и камешки. Примерно схожи. По-моему, раз было немножечко иначе. Итак, первая позиция голубенькая, красненький камешек и зелененький, это третья позиция. Первая, вторая, третья. Несколько секунд вам на выбор. Напоминаю, что вы можете в эту пятницу прийти на пятничную акцию, где я вам голосом в WhatsApp отвечу на один ваш вопрос. Любая информация обо мне и о моих услугах есть в описании к любому моему видео. Что, как, как прийти, что я могу, чем я могу быть вам полезна и так далее и так далее. И если вы не подписаны на мой Instagram, подписывайтесь. Вот, накажешь времени, да, вам было достаточно, чтобы сделать выбор позиции. Смотреть будем на тару темного света. И мы приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Первый вопрос. Что я себе не позволяю? Вы знаете, здесь какие-то уроки идут на самом деле, потому что выпало две пятерки и пятерки в принципе выражают как раз таки внутреннее состояние наши, да, уроки, внутреннее состояние борьбы против чего-то, против какой-то системы чего-то устоявшегося. И здесь у нас идет сопротивление. А сопротивляемся мы чему? Сопротивляемся мы... Знаете, здесь как будто бы какое-то тупиковое состояние, и оно связано именно с вашим мышлением. Здесь ситуация такова, что вы внутри себя очень много себя осуждаете, очень много как-то критикуете, какое-то у вас неудовлетворение с ситуацией, не можете договориться, как-то не принимаете чужое мнение. Но здесь вот какой-то такой, знаете, то ли переломный этап, то ли что-то в вашей жизни активировалось, и вы по состоянию как будто этому сопротивляетесь. То есть вы привыкли быть в каком-то вот балансе, да, в какой-то гармонии, и вот произошло что-то, какие-то внешние обстоятельства, да, ситуации, и они вывели вас из вашего равновесия. Вот вы сейчас как будто бы сопротивляетесь. Вот такое ощущение, что что-то новое входит в вашу жизнь, а вы этому сопротивляетесь. Как будто бы вы себе не позволяете. Здесь, знаете, как-то вот вы накрутили себя в своей голове, что до того состояния, что как будто бы вам кажется ситуация безвыходная. И, возможно, вы просили какое-то решение, и решение вам было дано сейчас, но вы почему-то не видите, как-то не принимаете это решение. Здесь вот, знаете, такое ощущение, что вот у вас всё должно быть правильно. Вот всё как-то должно быть честно. Хитрите с какой-то ситуацией, которая уже завершилась. Я же говорю, здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы не позволяете себе идти дальше. Вот что-то новое, оно либо уже вошло, либо уже входит, и вы это интуитивно чувствуете. Почему я говорю интуитивно? Потому что эти все проявления ваших состояний, они внутренние. И вот вы как будто бы себе обманываете, что нет, эта ситуация не завершилась. Либо вы и понимаете, что что-то где-то уже поставлена точка, что уже безвыходная. То есть ситуация не может дальше развиваться, по крайней мере, так, как она была. Надо либо на другой уровень перейти, либо вообще выйти из этой ситуации. Но вы как будто бы себе не позволяете. Почему вы хитрите, я хочу спросить. Потому что любое движение вперёд, оно вызывает у вас как раз-таки выход из вашего внутреннего вот этого баланса, комфорта. Вам действительно дискомфортно. То есть вы хотите, чтобы всё шло, текло в вашем времени. А здесь, возможно, как-то ярко очень начинает проявляться энергия огненная. И вот эта вот активность, надо действовать, надо как-то активничать. Но вас это как-то сильно очень напрягает, и вы ощущаете, ну вот здесь происходит какое-то разрушение, понимаете. И вы не принимаете это разрушение. Не могу сказать, что вы за него держитесь, но вы как будто бы не принимаете. Здесь ощущение, что старое что-то уже уходит. Вот, входит новое. Вы это ощущаете, и вы этому сопротивляетесь. Поэтому, отвечая на вопрос, что я себе не позволяю, не позволяйте вот это вот новое впустить, это новое. Почему? Потому что это новое, оно даст, придаст вам какую-то силу. Вам надо будет поменяться, понимаете. Вам надо будет измениться. А вы не хотите меняться, вот в этом-то и проблема. И вы это понимаете, вы это чувствуете, и как будто вы, ну, отсрочку берете, потому что вы понимаете, что эти перемены, они неизбежны. Так или иначе, они с вами случатся. Потому что это ваша внутренняя сила, от нее никак не убежать. Ну вот здесь что-то такое идет. Хорошо, что меня тормозит? В процессе вот вашей эволюции осознанной, что вас тормозит? Вот. Вас и тормозит то, что вы не идете в новое. Шестерка мечей об этом и говорит. Что вы как будто бы не... Вы не можете какие-то старые свои суждения оставить позади. То ли они вам дались очень сложно, то ли вы вкладывались, то ли, ну, жалко. Жалко. Здесь, знаете, такое ощущение, что вот какой-то, может быть, проект вкладывались, может быть, знания, которые долго нарабатывали, и вдруг вам сказали, что нет, надо это оставить, надо бросить и пойти другим путем. Потому что здесь вы вроде бы уже приняли решение, но вы стоите и как будто бы... Вроде бы вы и готовы действовать и двигаться дальше. То есть готовность есть, но оставить что-то позади вам сложно. Видимо, это было очень ценно для вас, потому что это было у вас долгое время. Но здесь вам нужно понять, что если вы это не оставите, то есть вот это вот должно произойти очищение. То есть с этим прошлым, что у вас есть, что вы с собой несете и не хотите от этого отказаться, вы не сможете очиститься, вы не сможете пойти дальше. Вот это вот... Это вас тормозит. Я не знаю, что это, наверное, напишите мне потом в комментариях, у каждого это будет свое. За что вы так держитесь? Что вы не можете оставить? То, что уже отжила, вы это знаете. Хорошо, на что не следует тратить свои силы? Вот вы много сил тратите на какие-то переживания, на какие-то эмоции. А очень много тратите на... Вот вы чувствуете, да, интуитивно что-то, и вот что будет, и вы этому сопротивляетесь. То есть здесь еще, знаете, как-то вот какая-то ноша, не знаю, то ли вы... Здесь ощущение, что вы сдерживаете, много сил тратите на то, чтобы удержать что-то. То есть сдерживаете какую-то свою... Здесь есть способность что-то либо чувствовать, либо предвидеть, либо ощущать. Вот что-то такое... Такое ощущение, что вы как будто бы это сдерживаете, чтобы оно у вас не проявилось. Здесь вот у меня ощущение какой-то вашей способности, а вы ее осознанно сдерживаете. Не даете ей проявиться. То ли эта способность может быть еще связана с деньгами, умение зарабатывать. Вот как-то здесь может быть и так. То ли у вас есть желание куда-то поехать, да, тоже как-то сдерживаете. Здесь вот еще и эти эмоции по этому поводу, либо за деньги, о чем переживаете. Но здесь вот переживания какие-то. То есть на это есть какие-то дела, которые нужно завершить. И они вам, ну, какие-то обязанности. Они вас сдерживают. И вот на это все не надо тратить силы. Ну, вы сами знаете, здесь карта говорит о неизвестности, вы сами знаете о каком-то еще путешествии. Может быть, вы хотите поехать куда-то, и вам не надо переживать по этому поводу. То есть все само должно разрешиться. То есть если суждено, оно будет. Хорошо, если в контексте развития души, на что вам не нужно тратить силы. Знаете, как-то вот ярко показывать свою ценность, проявлять свою ценность. Вот вы знаете, да, и не надо это никому показывать. Потому что здесь получается так, что вы как будто бы готовы отстаивать, так знаете, очень сильно, напористо. Какое-то свое, может быть, мнение, свою точку зрения. Как-то, знаете, бороться за что-то. Вот это не надо делать. Вы на это силы. Вот какая-то здесь активность чрезмертная. Либо наоборот, вы хотите что-то сделать, а вы себя сдерживаете. То, что для вас важно и ценно. А вы себя сдерживаете. Вот здесь такой тоже аспект может быть. Здесь несколько вариантов, да, я о них рассказала. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, о чем здесь для вас. Так, вот такая вот небольшая сегодня позиция. И мы с вами переходим к позиции номер два и красному камешку. Что я себе не позволяю. Вот вы здесь от чего-то уходите. Я расскажу несколько вариантов. Потому что начинаю уточнять, и она еще больше раскрывается и становится еще шире, еще больше вариантов появляется. А здесь вы как будто бы знаете себе, не позволяете какого-то удовольствия. Вот вы здесь боитесь. То ли... То ли вы здесь не позволяете себе создание семьи, кому важно выйти, допустим, замуж, родить ребенка, да. Как-то вот страшно вам это... То ли вы боитесь здесь проявить свою какую-то, знаете, сексуальность, почему-то ее сдерживаете. Это уже второй вариант. Третий вариант здесь будет... Да, вот здесь, знаете, вот здесь такое ощущение, что вот вы хотите как будто бы создать свою семью, то, что для вас ценно. И вот вы как будто бы, ну, уже и не надеетесь, уходите от этого. То ли был неприятный опыт, и уходите от этого, запрещаете себе. Или даже мечтать. То ли здесь какие-то наслаждения, плотские удовольствия вы себе не позволяете. Такое ощущение, что даже и секса давно не было. Но это не столь важно сейчас. Что еще вы себе не позволяете? Знаете, как-то свои чувства, эмоции вы не показываете. Здесь такое ощущение, что вообще как-то закрылись от людей, закрылись от всего. И как-то, ну, как-то холодны стали, недоступны. До вас не достучаться, вы закрылись. То, что вы, знаете, свои эмоции уже не выражаете. Хочется очень. Очень хочется какой-то чувствительности. Вот я же говорю, здесь такое ощущение, теплоты не хватает, работы какой-то не хватает, внимания. Вот такого, знаете, что-то телесного, каких-то прикасаний, может быть, ну, вот ласки. И иногда очень хочется просто, чтобы тебя кто-то, ты, знаете, обнял, почувствовать вот какое-то, не знаю, человеческие какие-то качества. Кто-то, может быть, заботу хочет. Элементарно, чтобы кто-то написал, позвонил. Вот какие-то такие вот проявления. Для вас они очень важны. Здесь вы закрылись полностью эмоционально от людей. Ушли от всего этого. Вот как-то холодно. А в душе есть все-таки вот это вот желание, надежда, что, может быть, найти человека, с которым сможете довериться и раскрыться, и вот показать вот это вот весь свой мир, глубину, быть, знаете, вот как-то здесь доверие. Хочется человека иметь, да, с которым можно доверять, с которым можно чувствовать себя настоящим, вот таким, каким и есть. Иногда хочется быть маленьким ребенком, просто пошалить, подурачиться без каких-либо оценок, что-то осуждений, да. Кто-то здесь хочет, может, просто общения, но, может, ждет какую-то весточку, да, чтобы кто-то написал. Но здесь однозначно идет забота, внимание, теплота. Какие-то вот, знаете, вот простые вещи хочется. Я не могу сказать, что здесь прям вопрос о любви или еще что-то. Но вот какие-то вот действительно простые, простое внимание не хватает вот здесь вот. И вы почему-то, а почему здесь себе не позволяете это? Потому что вы сфокусировались на данный момент на работе. Вы переключились с личного, с личных взаимоотношений на заработок, да. Либо вы как-то вот подготавливаете себе почву, да, много... Ну, вот здесь работа, здесь вы, возможно, очень много работаете, либо чему-то учитесь. То есть здесь, может быть, какая-то ответственность у вас есть. То есть вы, наоборот, выражаете очень много заботу к другому человеку, либо к другим людям. Может быть, семья у кого-то, да, дети. А вам хотелось бы это самому себе. То есть то, что вы отдаете другим, вы хотите на данный момент получить сами. Но почему-то вы это себе не позволяете. Потому что какие-то другие, может быть, здесь соответственность, да, другие вещи. Здесь нужно как-то удержать то, что вы имеете. Ну, здесь финансы. Здесь вопрос финансов, да, работы, заработка встает. Хорошо. Что меня тормозит? Либо кто-то, кого-то здесь тормозят реально дети. Правда, это не что, это кто. Но что меня тормозит? А здесь, знаете, тормозит вас то, что вы кому-то не идёте. Дальше. Вот вы знаете, вы себя собрали по кусочкам, и ты сейчас получаешь удовольствие. У меня какой-то период назад времени по троечкам было такое, когда они прошли расставание, и собирали себя по кусочкам, и вот кайфовали, получали удовольствие. От своей жизни, от себя, от своей самодостаточности. И не хотели двигаться дальше. И это было нормально. Я помню, я говорила, что окей, побудьте в этом состоянии, если вы получаете это удовольствие, это всё хорошо. Но здесь вас тормозит то, что вы... Либо вы не идёте к этой самодостаточности. У вас завершился какой-то очень большой этап в вашей жизни. Вы получили опыт, что-то вы здесь проработали, поставили точку. Это уже однозначно в вашу жизнь не вернётся. Вы это уже знаете, вы наработали этот опыт, потом вам его не нужно проживать. Но здесь вы либо не идёте в самодостаточность, да, либо, наоборот, вы находитесь в этом и не идёте дальше. Ну, то есть дальше в своё развитие. Ну-ка, я уточню. Да, вы защищаетесь, вы защищаетесь, защищаете свою чистоту. Какой-то, вы знаете, вот это вот, вот то, чего вы добились. Вы действительно либо собираетесь часть себя по кусочкам, либо вы уже собрали себя по кусочкам и наслаждаетесь. И вот вы как будто в свою жизнь не впускаете, да. Здесь опять про отношения, твойчик, но не опять про отношения. Вы не впускаете, когда других людей стали более избирательны, более осознанны в этом контексте. Не впускаете в свою жизнь уже других людей. И сейчас в период, когда вы как будто бы осознанно находитесь одни. Сохраняете как-то вот свою чистоту. На что не следует вам тратить свои силы? Вот здесь какая-то какой-то самообман. Он связан с тем, что вот видите, что я говорила ранее, что вот вы как будто бы себя обманываете и не идёте дальше. Вот знаете, как-то вот эта вот боль прошлого, она влияет на вас. По-моему, в прошлом рассказе у меня такое было вот в тройках. Вот точно здесь такое ощущение, что тройки как будто перекочевали в двойки. Либо двойки-то росли до уровня тройки. Здесь обман, что вот я больно, да, я больше никогда не полюблю. Вот здесь вот ваша рана, да, вот пашкубков и тройка мечей, они говорят о какой-то вашей болезненной ране, которая ещё не зажила. Да, но в этом обман. На самом деле она зажила, это вы почему-то её держите. Ну, то есть, знаете, вот, как говорится, болячка покрылась, корочка, вы её постоянно корябываете. То есть уже нужно оставить, чтобы этот процесс исцеления завершился самостоятельно, естественным путём. А вот вы постоянно расковыриваете сами свою рану, да, и говорите потом, нет, у меня ещё это не зажило. Допустим, вам говорят, иди дальше в новые какие-то отношения. А вы нет, в новых отношениях так же будет, как и в прошлом, я не хочу, я закрываюсь. Он говорит, откуда вы знаете, да. То есть никто заранее не может предсказать это. Вот вы как-то вот сами себе раны эти вскрываете для чего-то, чтобы не идти дальше, чтобы не двигаться дальше. А почему? Вот вы на это тратите силы, чтобы как будто вы сами себе ковыряете свои раны, да, чтобы вам было постоянно больно, больно, больно. Вы сами себе делаете больно. Почему вы себе сами делаете больно? Ну, тешите, тешите как-то своё самолюбие, да. Я не знаю, для чего вашему эго нужно это. Нужно для чего-то. Какой-то вот вы здесь урок, вы проигрываете какой-то сценарий. Как-то власть не готова, что ли, не готова потерять, чтобы кто-то... Здесь, знаете, страх, что вы боитесь снова попасть в какую-то зависимость, чтобы вот, да, найду человека, а он будет, наверное, потом манипулировать, управлять, и я вот растрачу всю свою красоту и невинность. Здесь что-то такое, что вот у вас страх здесь, знаете, почему? Потому что вы боитесь, и я вам сказала, что этого не будет, что вы снова будете проживать этот сценарий, вот и всё. И поэтому вы как-то на своей голове начинаете напоминать себе, что, ну, допустим, проявляет знаки внимания к вам человек, а вы говорите себе, что, о, нет, он похож на моего прошлого бывшего, который так же себя вёл, вот. Ну, то есть проецируйте на нового человека, то есть увидели какие-то действия, и у вас сразу включился ассоциативный ряд вашего прошлого болезненного урока. И вы говорите, о, этот человек точно такую же рану мне притёт, почему-то я теперь опытная, вот, и я это вижу издалека, такие манеры поведения, да, и нет, я буду себя защищать. А я вам говорю, что этот урок уже завершился в вашей жизни, идите дальше. А вам кажется, что не завершился, что снова будет повторяться, 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 и тем самым вы напоминаете себе как-то, вы знаете, вот периодически, да, не знаю, может быть, песни ставите какие-то такие плачевные, что вот прям боль напомнить себе, вам важно помнить, да, важно помнить ту рану, которую вам нанесли, здесь, и вы возвращаетесь в прошлое с какой целью, чтобы помнить, чтобы снова вас не обидели, да, но вот тем самым вы себя не изучаете, то есть вам нужно сделать выводы, а не помнить, то есть, может быть, саму ситуацию этого уже и не помните, но вам важно вот это вот состояние, когда вам делали больно. Знаете, как какой-то вот якорь, это специально, чтобы в будущем его не чувствовать, я сейчас буду себе напоминать об этом, и здесь получается обратная реакция, то есть вы сами себе делаете больно, только потому, что вы боитесь, что в будущем, возможно, еще и не факт, что вам кто-то сделает больно в отношении. Вот пересмотрите эту позицию и отпустите, потому что вы ее, видимо, не принимаете до конца, вот это вот в прошлом, потому что, это, знаете, такое ощущение, что вот мне важно помнить лицо своего обидчика, потому что вдруг я его встречу когда-то в будущем, чтобы я знала, как себя вести с ним, поэтому я держу эту обиду, не потому что вам обида нужна, а потому что я должна помнить, и вдруг я его встречу, что я ему скажу, и как я себя с ним поведу, да, как-то вот, чтобы подготовлена была. Здесь вот какая-то такая абсурдная ситуация, разберитесь, ну, она не совсем здоровая, потому что она не дает вам двигаться дальше. А если у вас вообще перспектива двигаться, то, конечно, солнце, все у вас будет хорошо, по солнцу не может быть иначе, по солнцу все хорошо, а вот здесь вот этот момент вы не доработали. Здесь не про отпускание, ничего, а просто вот разберитесь с этим, переслушайте вторую позицию и напишите мне, что у вас здесь происходит, что вы сами себе, какой боль, корябаете. Так, а мы с вами переходим к позиции номер 3 и к зеленому камешку, чего я себе не позволяю. Да как-то удовольствие получать, наслаждаться, радоваться, дать десятку кубков. О чем она говорит? О том, что да пора двигаться уже дальше, уже все, перейти, уже здесь завершилось, получили удовольствие, пошли дальше. Здесь как-то вот не можете перейти, не можете двинуться дальше, понять, что пришло время как-то двигаться дальше. Да, зависли как-то. Зависли. В чем зависли? В каких-то радостях. Смотрите, интересно, да, десятку кубков и солнце. Ну, вот зависли как-то, знаете, в проявлении какой-то вот своей вот этой вот радости. Может быть, у вас давно ее не было, может быть, как-то хорошо вам, радостно, и что-то не хочется так гармонично, и все спокойно, классно, и не хочется дальше никуда идти. Как-то вот зависли в этом состоянии и не хотите двигаться дальше. Легко вам, хорошо сейчас, понимаете? Все, это такое ощущение, что какая-то светлая полоса в вашей жизни началась, и вы от нее кайфуете. И не хочу я дальше никуда идти. И здесь немножечко зависли. Хорошо, что еще вы себе не позволяете? Знаете, не позволяете себе пройти к настоящей гармонии. Здесь хочется сказать, что вообще как-то вот к любви. Да? Неужели здесь какой-то самообман вот в этой гармонии это происходит? Потому что дело в том, что здесь ну, как-то вот с одной стороны, вроде бы и есть удовольствие, наслаждение, да, и все хорошо. С другой стороны, как-то вот оно уже вам и приелось. Иногда бывает так, что да, хочется, может быть, и как-то дальше. Здесь такое ощущение, когда пара очень много лет вместе живет, вроде бы все хорошо, они не ссорятся, но вот какого-то вот есть какое-то присыщение, да, все как-то надоело, что-то я устала, хочется чего-то нового, вроде бы все хорошо, а что-то и не как будто бы не удовлетворяет. Такое ощущение, что нету вот какой-то вот полной, полного единения, полного целостности какой-то, нету. Что вас присытило-то? Как-то, знаете, вот присытили какие-то правила, рамки, что ли, касательно чего. Есть ощущение, да, что вот вас присытила семья, что ли, дети присытили, надоело все. Хочется как-то, может быть, подурачиться как-то, легкости какой-то, не знаю, чего-то новенького, чего-то веселенького, яркого, да, знаете, может быть, как-то одеться очень ярко, выйти, как-то побыть в центре внимания, я не знаю, сделать так, чтобы обратить на себя внимание, пофлиртовать, не с целью измены, а с целью как-то, я не знаю, как-то выйти на свет, что ли, в центре внимания быть, что-то такое. Вот знаете, вот эти вот все правила, они вас уже достанут, все эти традиции, как надо, как правильно, как неправильно, все эти знания, вот все вас достало. Это прошлое, вот оно вам надоело, присытилось. Что-то здесь такое. У тебя есть, вот, как странно, я такой, да, вроде бы все хорошо, а как-то чего-то не хватает, какой-то изюминки на тортике. так что же вы себе не позволяете-то? Знаете, я не совсем могу понять, с одной стороны, кто-то не позволяет себе создать эту семью, а кому-то она уже присытила эта семья. Кто-то не позволяет знать, ну, тупо потратить деньги на себя, получить удовольствие. Здесь еще и с деньгами связано как-то. Хорошо здесь страхи, с чем связаны страхи? Игра и влюбленный. Два раза вы была влюбленная, вот интересно, о чем? Только не себе не позволяете влюбиться. Играете как-то. Обман. Здесь какой-то вот обман, да, вроде бы кажется, что есть, но и в то же время и нет. Это иногда бывают такие, знаете, отношения, вроде бы ты встречаешься с кем-то, да, вроде бы все хорошо, получаете удовольствие, но при этом как-то и в обществе о тебе не заявляют, и как-то и отношения никуда не развиваются к чему-то такому серьезному, и такое замешательство, что вроде бы и есть человек, и ты в отношениях, в то же время и отношения это и назвать нельзя, потому что по факту ты ничего не имеешь. То есть приходишь домой и не понимаешь, что это. Вот здесь вот что-то такое, такая энергия, там вроде бы что-то есть, но и этого по факту и нету. Я не знаю, это знаете, может быть, если мы говорим о деньгах, это вот когда играешь на бирже, либо я не знаю, деньги в банке, вроде бы они есть, а пощупать это нельзя, их нету, либо вложили в акции, во что-то. То есть, ну казалось бы, есть, и одновременно нету. Я не знаю, что здесь за состояние, но вы себе не позволяете как-то вот это вот, вот это чувство любви, легкости, флирта, гармонии. Вот здесь что-то такого вы себе не позволяете. Напишите мне третий вариант, что вы себе не позволяете, что меня тормозит. Вы знаете, вот вы для всего этого ждете, как-то внутри себя ищите, либо вовне ищите какой-то шанс, какую-то возможность, вот какой-то потенциал именно на эту легкость, на этот праздник, на эту какую-то вот возможность какой-то ищите. А пока вы ее не получаете, вот это вот вас и тормозит. В общем, не понимая здесь по третьей позиции, как-то так непонятно. Не можете найти решение какое-то. Решение того, что с вами происходит. Есть такое ощущение, знаете, вы как-то не можете выйти на свою колею. Как-то вот что-то здесь должно разрешиться. Что именно? Такое ощущение, что что-то посправедливее, либо какое-то решение, да, судебное, может быть, кто-то ждет, либо какие-то документы ждет, либо решение купли-продажи ждет, либо ждет, здесь много вариантов, какое-то вот решение вы ждете по справедливости, честное, либо как будто бы решение, какие-то отношения завершились, и новые должны не начаться. здесь какая-то вот какую-то удачу вы ждете. Может, с землей тоже так-то как-то связано, с недвижимостью, с какой-то... Вот что-то должно завершиться, и что-то должно, ну, решиться и начаться одновременно. Вот здесь вот как-то так. И вот пока это решение не примется, пока документы не подпишутся, вот это вот вас как-то и тормозит. Либо вот вы знаете, вот такое ощущение, что вот вы как будто бы на две семьи, может быть, у кого-то. Здесь очень много вариантов. Здесь может быть у кого-то, человек живет на две семьи, допустим, мужчина должен разойтись с женой, и сойтись с любимой женщиной. Вот здесь как-то так. Либо вы должны уехать из одного города, поехать в другой. Либо дойти, например, уйти от своей родительской семьи, начать жить самостоятельно, либо с другим человеком. Здесь как-то так. И вот этот процесс, пока решение не придет, от кого оно зависит? Да здесь, в принципе, от вас тоже не зависит. Пока не совсем понятно, поэтому и шанс там выпал. Как будто какая-то удача свыше, что вот какое-то исцеление должно произойти, что-то должно случиться, и потом вы примете решение. То есть вас как будто бы перед фактом поставят. Здесь не от вас это зависит, сто процентов. Здесь как будто бы зависит от чего-то другого. От какие-то вот возможности, да? Я не знаю, как будто вы от вселенной ждете какие-то возможности. Хорошо. На что не стоит тратить ваших, вам ваших сил. Здесь вот как-то прошлое, не старайтесь удержать прошлое. Вот вы как будто бы что-то в прошлом молились о чем-то, да? Может быть, кто-то с каких-то способностей. Может быть, кто-то что-то хотел сделать. Может быть, какие-то идеи. Ну вот что-то вы просили. Что-то вы просили очень долгое время. Либо не хотели, чтобы это случилось. Вот. Это как-то вот в прошлом, да? Либо хотели себя защитить от кого-то. Да, здесь как-то с прошлым связано. Не надо за это держаться. Вот на это, то есть как-то вот на прошлое не стоит тратить время. Отпустите. Придет время, оно все само решится. Вот как-то вот здесь вот все с прошлым связано. Не надо тратить на это время. Как-то потому, что здесь, знаете, ну, это вот как-то эмоционально вас опустошает. Вы энергию тратите и начинаете переживать по этому поводу. А вам, говорит, наоборот, быть, ну, спокойным, быть без мятежным. Проявите мудрость свою. Вот здесь ваш враг, это как раз таки неуверенность, да? Вот перемены, они идут плавно, медленно, то, что вы хотите, да? Но из-за того, что это очень медленно развивается все, вот это вот вас сильно напрягает. Да, вас искушают, понимаете? Я говорю, потому что вы хотите все быстро-быстро, а быстро не получается. И здесь как раз таки вот вас искушают как-то времени, но вы не уверены, получится у вас или нет. И начинаете очень сильно переживать. Потому что хотите, чтобы было так, как вы хотите. Хотите быть на коне, хотите быть победителем, хотите уже получить хорошие новости, ну, позитивные в вашу сторону. И вообще не надо строить, ну, на это все дело тратить сила. Да, надо просто жить в моменте здесь, как есть. Да, вообще как-то закрываться. Ну, вот закрываться от того, что, знаете, уже не дает вам никаких результатов. Потому что есть такое ощущение, что это может быть по разным сферам, поэтому я не указываю. Это может быть и отношения, и профессия, и работы, и деньги, и вообще все, что угодно. То, во что вы вкладывались, там был неравный обмен, вы вкладывались больше. Это вас опустошало и собирало у вас как-то энергию. Вот от этого всего нужно закрываться, вот от этой опустошенности. Потому что у вас начинает срабатывать психосоматика на этом фоне. Как-то вам надо, знаете, переключиться больше на себя и на другие вещи. Здесь вообще надо, когда встает вопрос ожидания, надо уметь переключаться на те вещи, которые вас окружают сейчас, то, на что вы можете повлиять. То есть, когда вы на что-то не можете повлиять, надо от этого уходить. А когда мы уходим на... Начинаем заниматься просто чем угодно, мы все равно об этом думаем. Поэтому надо заниматься тем, что вас наполняет, тем, что вам нравится, то, что вам приносит удовольствие. Тогда вы действительно сможете переключиться. А если вы делаете то, что вам надо ждать, а вам это не нравится, и говорят, займись делом, и вы, например, я не знаю, начинаете заниматься уборкой. Это голова у вас спускает, и в момент уборки вы все равно будете думать о тех вещах. Вам надо заняться то, что вас вовлечет, то, что вас действительно включит. Вы будете проживать, то есть вы будете чувствовать. Например, вам надо что-то подождать, а вы занимаетесь... У вас есть любимое хобби, например. Как у меня, изучаете новую колоду, вторую. Для этого вам надо сфокусироваться, смотреть все эти детали, думать о чем... То есть вы не можете думать о чем-то другом, потому что вы фокусированы в том, что вы созерцаете карту деталей, нюансов. Вы полностью включены в этот процесс, и вы тогда отключаетесь от другого. А когда у вас говорят переключитесь, а вы переключаетесь на то, что просто делаете что-то, но не делаете это на 100%, не проживаете, вы тогда не происходит переключение, а происходит действительно самообман. Поэтому вам не надо тратить силы на какие-то переживания. Есть такое ощущение, что придет время, и ваша ситуация разрешится. вы найдете как будто бы баланс между вашими мыслями и чувствами, если вы как-то не будете сами себя обманывать. То есть вы можете успокоиться, это вот только вы как-то сами себя обманываете в этом, что как-то не можно. Разрешится ваша ситуация, идет вот эта вот ваша печаль, потери, которые есть. Вы урок пройдете. Да, хорошо должно разрешиться. По крайней мере позитивно, достаточно позитивно. Хорошо, вот такая вот была у нас и третья позиция. Напишите, что у вас здесь происходило, потому что как-то не совсем понятно мне было, то ли очень много разных ситуаций. Здесь то ли очень много людей смотрит, и вот прям много разных энергий, которые одна другую как-то перекрывают. Кто-то финансов думает, кто-то о недвижимости, кто-то про отношения, и прям очень много разных здесь абсолютно энергий. Интересный тот момент, что в принципе вторая часть должна была быть больше о духовности, как-то, да, о самопознании, а нам показало в этой, в этом раскладе и во всех трех позициях более такой бытовой момент. Для меня вспомнилась колода Таро, как сверху, так и снизу, да. Буков-щаду. То есть как сверху, так и снизу. Первая часть была как сверху, да, такая духовная, а вторая часть этого расклада, как-то материальный наш мир, да, как снизу. Не знаю, почему такая ассоциация. Ладно. Жду ваших комментариев, что там у вас происходило по данному раскладу. Ставьте лайки, дизлайки, кому не нравится. Было бы здорово, если бы еще люди, которые ставят дизлайки, еще и написали, что их не удовлетворило. Мне это прям огромные такие требования. На всякий случай мне было бы полезно, да, что им не понравилось. Чтобы как-то, может быть, исправить, посмотреть. Может быть, в этом есть тоже как-то свое зернышко истины. Подписывайтесь на канал, ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить оповещение. Я вас благодарю за внимание, за то, что вы остаетесь со мной и жду вас в пятницу на расклад про отношения. А я с вами обращаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok